От Калининграда до Владивостока самый масштабный музыкальный фестиваль «Чернозем» только в первый день проведения собрал больше 9 тысяч гостей со всей России. Столько же и в третий, а вот суббота оказалась рекордной. Организаторы насчитали свыше 12 тысяч уникальных посетителей. В нашем регионе «Чернозем» проводят второй год подряд. Музыка, танцы и более 30 групп на двух сценах. Невероятная атмосфера царила на площадке все время, как прошел «Чернозем-23». Расскажет Анастасия Алексеева. Мы прибыли на «Чернозем», несмотря на ужасную жару. Здесь уже тысячи, тысячи зрителей. Ну что, пообщаемся с ними? Такие разные, но что-то общее у них все же есть. Любовь к музыке. Равнодушных на фестивале нет. Здесь либо поют, либо танцуют. А многие совмещают и то, и другое. Большая часть зрителей – постоянные гости фестиваля. Однако были и новички. Я первый раз на фестивале, мне безумно классно, потому что здесь такая атмосфера просто невероятная. Все люди на одной волне. На самом деле на самих фестивалях ты заряжаешься. От людей атмосфера, от позитива. Для новичков «Чернозем» полон впечатлений. Наряды у гостей самые разные. С прошлого года бродим здесь по этому полю. Выйти не можем. А кто из вас замуж выходит или это? Нет, мы куклы. Кукла Маша, кукла Аля. Даша. Как в песне Иванушек. Да, 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 они самые. Иванушек здесь, конечно, не было. Зато десятки других музыкантов не давали зрителям отдыхать. Так, при выступлении группы «Бригадный подряд» гости фестиваля, несмотря на жару, танцевали, как в последний раз. Я заметил, чем южнее, тем люди расслабленнее, и тем их легче сподвигнуть на какое-то действие. Легко. Да, легко, абсолютно. На самом деле, две крайности. В прошлом году было холодно и дождь, в этом году, наоборот, жарко. Но это только первые два дня. На третий чернозем освежил ливень. За пару минут поле фестиваля превратилось в бассейн, что, кстати, очень порадовало некоторых зрителей. Несмотря на непогоду, организаторы оперативно решили все проблемные моменты, и фестиваль продолжился с новой силой. Кстати, на площадке работали более сотни волонтеров. Объяснить людям, которые практически весь день, как и мы, находятся на площадке, что нужно обязательно показать браслет, или сейчас на такой-то сцене определенный артист. Нужно всем уделить внимание, что здесь самая культурная публика, потому что Воронеж – город интеллигентных людей. Публика действительно культурная и, кстати, очень общительная. Тысячи незнакомцев за три дня стали здесь одной семьей. Мы зажигаем для него! Это лучший фестиваль! Мы должны уединиться! Ты красава! Лучшая! На Черноземе выступили более 30 музыкальных групп со всей страны. Однако, вероятно, больше всех ждали именно Валерия Кипелова. Это мои песни, я просто люблю жизнь. Легендарный артист спел всеми любимые песни. Зрители же не могли сдержать эмоций. Это просто супер! Это просто супер! Ждали его сильно? Да, конечно! Потому что это наша молодость! Взрослые люди буквально прыгали от восторга. Это лучше! Это самое лучшее! Однако, кто-то был более сдержан. Я вчера на пикнике кайфовал. Сейчас кайфую на Кипелове. Попевайте песни! Не все песни знают. В этом году Чернозем собрал огромное количество зрителей. В среднем каждый день его посещало 10 тысяч гостей. Желающих побывать там с каждым годом все больше. Поэтому, вероятно, в перспективе Чернозем станет еще более масштабным.